Металург! 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 Матч Металурга с командой «Зорки» – один из важнейших в первенстве Московской области. Ведь перед видновскими футболистами стояла непростая задача – выйти в профессиональную лигу на следующий год. Домашняя встреча собрала на стадионе большое количество поклонников этого вида спорта. Конечно, волнуемся за нашу команду. Наша команда – это лицо нашего города, во-первых. Поэтому мы волнуемся и боляем за наших. Среди активных болельщиков Металурга – депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Мария Гаевская. С каждой игрой все больше и больше людей на трибунах, шарфами с атрибутикой, команда болельщиков ежедневно. Каждую игру все прирастают и прирастают, придумывают кричалки, привозят атрибутику, дудки, хлопалки и так далее. В общем, и что хочу сказать. Ребята оценивают. Прошлую игру 5-0 мы выиграли. Это отличный результат. Это уже 12-я игра «Видновчан» в чемпионате Московской области. По результатам предыдущих матчей в турнирной таблице на данный момент команда «Металург» занимает пятую строчку. Профессиональный футболист Александр Бабкин сейчас выступает как тренер. Пришел на матч вместе с сыном. Каждая играет опыт. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы встала у нас команда мастеров. Намного интереснее было. До этого были два года команда была. Интереснее было смотреть все-таки. Поэтому мы надеемся, что на следующий год наша команда выиграет первенство области и выйдет во вторую лигу. Интересно. Очень хорошая поддержка. Интересно смотреть. Надеемся на победу. После первого тайма, который завершился в ничью, инициативу перехватили гости. В итоге это привело к пропущенному голу. Хотелось бы выигрывать. Тем более были моменты. Но противник достойный. Достойный. Команда в прошлом году была чемпионом Московской области. На сегодняшний момент у них команда. Но ребята сегодня усиленный состав. Усиленный состав. Поэтому пока достойно. Встреча завершилась со счетом 0-1 в пользу Зоркова. Следующую игру турнира футболисты «Металлурга» проведут с командой «Космос-2» из Долгопрудного. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.